Добрый вечер! Информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу в эфире. Устуды для вас працует Евген Поболовец. Сегодня в Гомеле пробыла делегация провинции Цянцзу Китайской Народной Республики. Перш за все гости встретились со старшением гомельского облаканка Владимиром Дворником. Подробностей диалога материаля Ганны Ковалевой. Литерально у конца этой весны делегация провинции Цянцзу Китайской Народной Республики приняла уделу в Гомельском экономическом форуме и наведала международную выставу «Весна» у Гомеле. Подчас же этого визита перемовы продолжились, а баки шукали новые платформы супрацовництва. Разом с тем партнеры выказали расшучность сделать выполненные кроки на шляху до выполнения тех протоколов, которые были затвержены ранее. Нагадаем, до этого отбылось уже некольких суместных диалогов, як на китайской, так и на белорусской земле. Пылные домовленности были досягнуты яшчина узровни двух президентов. И уже сёння Китайская Народная Республика разглядая Беларусь як значного стратегичного партнёра. Китай дружит с Беларусью. Между государствами очень хорошие отношения. Нам надо стараться налаживать более тесное экономическое сотрудничество по линии торговли и бизнеса. У программе визиту китайской делегации наведывание свободной экономичной зоны Гомеле-Ратон. Гостям расскажут об льготах, яке уснуют УСС, и на прикладине которых предприемство продемонструет свои досягнения. На сустрече означено, что любое деловое починание китайских бизнес-партнёров знайте усебаковую поддержку местовых органов УЛАДы. Головной же метой такого супрацовництва в первую чергу станет поляпшение добробыту ЖХРУ обо двух регионах. Я вижу, что вот эти чаще встречи с китайскими партнёрами, они стали намного чаще встречаться. И на земле китайской, и сюда они чаще стали приезжать. То есть чувствуется уже заинтересованность. И мы надеемся, что будем открывать новое предприятие, в том числе с участием китайского капитала. Ганна Ковалёва, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». Работа выборчих комиссий на выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья будет максимально открытой и прозристой. Про это старшиня Центрвыборкама Лидия Ярмошина заявилась сегодня у Гомеле. Подчас семинаров учёбы членов округовых выборкам у региона, який проходил у областным выканавчим комитете, Лидия Ярмошина становча оценила работу по створению округовых и областной выборчей комиссии у Гомельской области. И она означала, что Гомельщина традиционно выходит у лик лидеру по якости организации выборов. Так само старшиня Центрвыборкама нагадала, что важная задача зараз – сформировать участковые выборчие комиссии. В отповедности законодавством яны повинны быть утворены не поздней за 27 липеня. Максимально комиссия может уключать 19 членов, минимально 5. Лидия Ярмошина так само нагадала про обица, не даденые международным наглядальным структурам по открытости будущих выборов и огучила некольких новых нормов по их проведению. Мы создали в наших рекомендациях некие положения, которые отсутствуют в законе. Например, открытость процесса, подсчёты голосов. Это возможность присутствия наблюдателей не только во время проведения голосования и на заседаниях комиссий, но и, например, во время такой процедуры, которая всегда была такой, как бы, корпоративной весьма, например, процедуре передачи протоколов от участковых комиссий и окружным избирательным комиссиям. Сегодня на базе открытого акционерного товариства «Гомельский домобудовничий комбинат» отбылась конференция по вылучению кандидатам у депутаты Платы Простовников Национального Схода Республики Беларусь Дмитрия Гурского. Удельниками конференции стали больше 100 человек супрацовников домобудовничего комбината. Тут Дмитрий Гурский працует около 12 лет. У своем профессийном постановлении пройшел шлях от майстра завода до наместника генерального директора по вытворчасти. Сегодня он керует працы двух заводов у Гомеля и участком по вытворчасти керамзиту у Петрикове. У правом подначале не у него больше за тысячу человек. У будовнейшей сферы Дмитрий Гурский глубоко ведет пытания как практики, так и теории, володая ей финансовым боком темы. Два года тому отримал звание магистра техничных навук обороню диссертацию. На думку працованного коллектива Гомельского домобудовничего комбината, Дмитрий Гурский на депутатской НИВЕ зможе приунести шмат становочих изменений у законодавчую базу, проставить конструктивные пропановы и тем самым годно будет проставлять интересы нашего региона. Сам трудовую деятельность начал с 2005 года в домостроительном комбинате с 2007 года. Будучи тогда начальником отдела технического контроля, видел его как будущего руководителя, инициативного, который может позволить многим гражданам решить их вопросы, не только производственные, но и насущные, и жизненные. Поэтому, выдвигая кандидата Дмитрия Михайловича в плату представителей, конечно, мы на него рассчитываем, что те вопросы, касаемые строительства жилья в Республике Беларусь, будут освещены и положительно решены. Тройче лепше. Триумфальная перемога в Республиканском конкурсе по створению сприяльного бизнес-климату досталась Гомельской области, городу над Сожем и Октябрьскому району. Причем мероприемство было проведено не министерствами, как это, обычно, отбывается, а предпринимательскими организациями. Инициатором конкурсу стал Союз юридичных особ, Республиканская конфедерация предпринимательства разом с региональными и гриновыми бизнес-асоціациями при поддержке Минэкономики Беларуси. Нагадаю мероприемство, что годовое, проводится с 2008 года. Его мета – визначение областей, районов и городов, застворены наибольшие оптимальные умовы для ведения бизнеса. Жура оценивала и количество существующих субъектов малого и среднего бизнеса, и объемы промысловой вытворчести, и сумму податков, якая трапляет от идеальности в бюджет. За прошедшую пятилетку доля малого и среднего предпринимательства в бюджете области увеличилась с 11 до 23 процентов. Я считаю, что это достаточно серьезный прорыв в нашей динамично развивающейся промышленной области. В Гомельской области объем промышленного производства всей республики составляет больше 20 процентов. И если из всего этого объема хотя бы 5-7 процентов занимают предприниматели, для нас это очень знаково. Дареш, изгодно с усветной статистикой, только одно из четырех предприемств приватного бизнеса протягивает свою деятельность в развод. У нас же каждое другое – альбо 50 процентов, а в Октябрьском районе – навод 70. Изусим не тому, что бизнесом займаться легко, как раз на дворот. Великая колькость документов и узгоднений уже на першопрочатковом этапе отсеивая значную колькость претендентов. Застаются большемостные, аддукованные и упыльненные в своих силах. Вот поверьте мне, бизнесмены ни одной страны полностью недовольны и не говорят, что в нашей стране очень легко вести бизнес. Скажем, опять-таки, это надо принять как аксиому – бизнес вести. Это очень тяжелый труд. Не случайно на этот труд способны 5 процентов всего населения. Это тоже официальная статистика, но, наверное, это вообще вести. А успешно вести – это, наверное, 5 процентов от тех 5 процентов. И когда ранее истовало меркование, что предпринимательство легких хлеб, худкие гроши, спекуляции и так далее, то зараз есть докладное разумение, что поспеховый бизнесмен в первую чергу высокоадукованный, смелый и отказный человек. На сегодняшний день мне очень отрадно, что закончилось обывательское мнение о том, что предприниматель – это малиновый пиджак, золотая цепочка и новый русский или новый белорусский. На сегодняшний день предприниматель – это высокообразованный человек, у которого как минимум два образования, как минимум еще и бизнес-школа IBM и куча других образований, но это люди, которые принимают на себя риски. Они занимают нишу. Посмотрите, пожалуйста, на наши технопарки, посмотрите на наших айтишников, посмотрите на наших производственников. Они никогда не плачут, никогда не говорят о том, что тяжело или плохо. Они выбрали этот путь и по нему идут. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Телера, до компании «Гомель». Как завсёдь и по субботах, промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы-конкамах. 80-х годов – с дня заснования службы. Державная аутоинспекция означила сегодня свое профессийное свято. С каким настроем и с какими показчиками подошли до этой значной даты супрацовники ДАИ, доведались наши корреспонденты. Державная аутоинспекция была створена в Гомеле в 1936 году. За этот час изменилась форма техника транспорт. Незменной засталась главная задача – контроль за дорожным рухом. Каждый год количество автотранспорта на наших дорогах повеличивается, прикладно, на 20%. Сейчас за рулем авто каждый третий же хар Гомельской области. Меж тем, уровень дорожно-транспортных сдарений за кошт профессийной организации дорожного руха и меры, которые примаются в этом накерунке, мают тенденцию до снижения. Сокращение уровня аварийности. Сохранили жизнь людей 26 человек за первое полугодие. И ту задачу, которую мы перед собой ставили в январе месяце – это не допустить погибших в дорожных трансах происшествий, менее 100. Я уверен в этом, что мы эту задачу выполнили в этом году. Даредший белорусский опыт по организации дорожного руху по законодавшей базе, якая истнует в нашей стране, давно оценили коллеги с суседней Бранской области России. Моё субъективное мнение – законодательство Республики Беларусь, оно немножко жёстче и строже в целом, чем, скажем так, на территории Российской Федерации. Это приносит свой профилактический эффект, безусловно. Ну, я не знаю, как можно сказать, что некая такая славянская ментальность требует всё-таки жёсткости, потому что агитировать в настоящее время, скажем так, грубых нарушителей правил дорожного движения очень сложно. И конфискация транспорта после повторного управления, состояния пинения, я считаю, что эта мера очень действенная. Гомельская ДАИ сегодня – это моцное подразделение высокопрофессийных супрацовников. Есть вся необходная спецтехника. Можно не сумневаться, на дорогах в области поставленный соправдный заслон по рушальникам правилов дорожного руху. Яуген Пабалавец, Катерина Жданович, Максим Славин, Телерадоя компания Гомель. С сегодняшнего дня у нашей краине распачался приём документов у высшей научальной установы на бюджетные мессы. Вызначаться с выбором специальностей можно до 14 липеня. А уже с 15-го распачнутся уступные экзамены, які будуть проходить непосредственно в установах адукации. По творчасти, физичной культуры и для абитуриентов, які поступают для отримания высшей адукации ускорошенный термин. До речи, те, кто будет сдавать внутренние экзамены, у незалежности от того, поступаете не на бюджетное альбо на платное навучание, повинны подать документы до 14 липеня. Залишение на бюджет завершится 24 липеня, у силовые ВНУ 22-го, а у творчая – 28 липеня. Приём документов на додатковые бюджетные мессы пройдя с 26 по 28 липеня. Всю подробязную информацию можно отримать на сайте Министерства адукации Республики Беларусь. Актуальные питания этноконфессиональной сферы у Гомельской области обмерковали у Турове. Там отбылось опосаджение коллегии аппарату уповноваженных о посправах религий и национальностях. Подробязностью репортажа Максима Савина. Этноконфессиональную обстановку у Гомельской области характеризуют як спокойную. На территорию региона зарегистровано 418 религийных организаций, 16 конфессий на прамках. Самое великое представництво мая Белорусская православная церква, потом иди рымско-католицкая. Мясцовые влады працуются над тем, кабы все знаходилися у ровных умовах для житявления своей дейности. Прыгэтам уважлива сочать за тем, кабы религийные организации не порушали законы. Такие выпадки региструются. Кабы их колькасть поменьшилась, увядуць активную тламачальную работу. Сустракаются с представниками религийных организаций. При тех законодательных актах, которые сегодня действуют на территории Республики Беларусь, если священники имеют гражданство другой страны, то, пребывая на территории Республики Беларусь, и они хотят проводить именно религиозную деятельность, то, конечно же, они должны получить специальное согласование аппарата уполномоченных. И у нас были некоторые проблемы в этом плане в Гуменской области, но сегодня я могу со всей ответственностью сказать, что буквально все священнослужители всех конфессий, которые у нас сегодня работают, имеют специальное разрешение. Религийные и этничные суперечности – причина возникнения большинства у тем лику и военных конфликтов в свете. А тому, к этому пытанию в нашей краине надается великая увага. Бо в Беларуси проживают представники 141 национальности. Денича – 26 религийных конфессий на прамках. Стабильность, яка истнует зараз – это выник проведения державы и узваженной политики в этой сфере. И конфликты на глебе национальных и религийных суперечностей в Беларуси при такой этноконфессиональной строкатости не погрожают. На территории Республики проживают люди 141 национальности, и граждане Республики Беларусь. То есть все равноправные граждане Республики Беларусь. Вот это, я считаю, основа той политики, которая проводится и которая неуклонно выполняется на всех уровнях власти, вплоть до главы государства. Я нигде не слышал, сколько бываю на местах, проводя различные мероприятия, или когда участвую в различных мероприятиях, заседаниях, райисполкомов, городисполкомов, облисполкомов. Я нигде не слышал, и встречаюсь, кстати, с рядовыми прихожанами, чтобы люди жаловали, что им некомфортно у нас в стране из-за такой-то религии, что их религию ущемляют, или того, что они принадлежат к национальным меньшинствам, что им некомфортно, потому что они люди там какого-то национального меньшинства. Максим Савин, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомельс Турова». На этом выпуск завершенный, у студии працавал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эфиры.